И сказал им ангел, Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, Которая будет всем людям, Ибо ныне родился вам в городе Давидов, Спаситель, который есть Христос Господь. Христос народился. И внезапно явилось ангелом великое многочисленное воинство небесное, Славящие Бога и взывающие слава вишних Богу, А на земле мир, в человеках благоволение. В это праздничное служение, ранковый час, Мы желаем прославить имя вечного Бога, За то, что Он пришел на нашу землю. Тайна благочестяя открылась нам, Ради нашего спасения оставив славу неба, Пришел на землю, чтобы людство примирить с Богом. И Боже слово говорит, Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, И ваш дух, душа и тело во всей целости да сохранится Без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Мир Божий хай будет в наших домах, В наших семьях и в наших сердцах. Господь скоро прийде в пришествии Его, Чтобы мир в сердцах наших был. Я желаю благословения для родин наших, Для каждого индивидуально. Сегодня еще на земле есть мир в край, Где мы живем. На земле много есть слез и горя, Но Господь благословил нам, И мы прославим в этот ранковый час Его святое имя, Он достоин славы. Помолимся. Наш Господь и Бог наш, Мы дякнем ради нашего спасения. Ты пришел на эту землю, Принял плоть людскую. Господи, стал подобный, Пришел в теле, Наблизился до нас. А вот же, Не пройшов мимо наших родин, Наших семей, Завитав наши родины, В наши доми принес мир божественный, Який превыше вся кума. Хай владычество есть в нашем сердце, В наших домах, Господь. Мы желаем прославить Тебе, Князя мира. А вот черепа не фармала, Ты дал благословение для всех людей, Ты выбрал нас, И мы благодарны. Это не витил, А это великое милость, Твояка обновилась над нами, И в этом ранковом служении, Хай лунает песня, Слава Богу вишних, А на земле мир, Благоволение Твое про те, Кто до всех людей. И мы просим благословение на предстоящее служение, Господи, Чтобы нам поеднаться с Тобою, Чтобы нам быть способными, Господи, будучи служителями Нового Завета, Возвеличити и прославити Твоя святое имя. Господи, голос молитвы церкви, Від земли, Хай з'еднаються с ангельским хором в небе. Слава вишних Богу, Возвеличити и прославити Твое святое имя. Управцим служением Тоби на славу Богу, Отцу Сину Святому Духу. Аминь. Слава Богу! 590. Тихая ночь, дівная ночь. Хористый 8 номер приготовьте. Тихая ночь, дівная ночь, Тихая ночь, дівная ночь, Дівная ночь, Дівня, Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Апостол Павел. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Мы можем только представлю Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Мы в мире благополучии. собрались. открылся нам. ибо он достоин субтитры подогнали Симон. аминь. субтитры подогнали Симон. 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 песнь о там, итак, дети мои, и милую люблюに приготовляют армmedы шпик金ныой6. сегодня глаз духа святого каждого алаб residual bulk aru госпитняши. чтобы он ярко варил на том месте, где я тебя поставил. О, Раба Дешкебедеде, я хочу еще многих призвать, я хочу спасать даже отверженного, ведь ты душа, которая сегодня, Раба Дешкебедеде, не воспринимаешь, я и за тебя пострадал, а, Раба Дешкебедеде, преклонись пред лицом живого Бога, Раба Дешкебедеде, бедствие за бедствием, Орбаныш Кебедедеде приближается, но вреде даровано приготовление, вреде даровано очищаться и преподавляться в встрече с моим создателем. Дети мои, дети мои, все даровано в вашей жизни, и сегодня милости, что прозревается, для того, чтобы ты проросветитель твой, дети мои, лава Дешкебедедеде, наливите в порядок в домах ваших, собирайтесь и славьте меня, а лава Дешкебедедедеде, не проводите праздное время, и в обрелье время, ох, как быстро оно вешает, солнце идет в закат, а Раба Дешкебедедеде, приготовься к встрече Бога своего, аминь. Слава Тебе! Слава Тебе, Бог наш! Слава Тебе, Царь наш! Кормана Чилбери гламан турифалес! Аллилюя! Аллилюя! Кормана Чилбери мин турис комана штален! Римини гламин турифал бараман турис кемена штален! Орбили гламин турифалма нас кири валис! Повей, Господи, повей силой Твоей! Повей благословением Твоим, кармана Чилбери мантес! Армини гламин турифал барас кемена штален! Искармана фал бараман турис коман! Господь! Ибо Ты достоин славы! Ты достоин чести и поклонения! Бог наш, Царь наш, Спаситель наш! Ты пришел, чтобы каждого из нас назвать по имени Слава Тебе, Господь! И в этот час мы благодарим Тебя за такое многочисленное служение, Господи! За то, что Ты собрал нас, как собирает птица птенцов своих под крылья свои! Слава Тебе! Просим Тебя, благослови, Господи, всех нас, находящихся здесь, на этом месте! Благослови тех, кто не мог быть, Господь, находится дома, может быть, в больнице, может быть, в каких-то других местах, Господь! Но да будет милость Твоя над народом Твоим, над церковью Твоей, Боже наш! Хвала Тебе! Слава Тебе! Честь и поклонение да будет в этом служении Отцу и Сыну и Святому Духу! Аминь! Група хористов, будь ласка, выходят! Детки после этого, и хор «Святая ночь»! Група хористов, будь ласка, выходят! Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали 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 Симон. Я читаю Симон. Субтитры подогнали Симон. И нам слава Господу, Субтитры подогнали Симон. 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 спокою. Люди, всі мали проблему. И они все, что могли, робили. Вони же не то, что, не знаю, как сделать. Написано, что и цепами связывали. От збиралися все тати, чоловьи, и кажут, ну, идем же, что-то сделаем. Ну, сколько мы будем мать эту проблему? Ну, пішли, и цепами, кайданами связали. И что написано? Розривав. И далее кричав, и далее приносил проблему. И они не знали, что делать. Они думали, что еще нам сделать, чтобы эта проблема уже вирішилася. Все. Мы уже не знаем, что делать. И, мне кажется, не вирішена проблема. Как ее вирішить? Вона все, вона закрилася. Ця проблема будет завжди. Або десь переезжать, выезжать, або так будет завжди. Але ж это не означает, что, когда нам что-то не под силу, нам, людям, то эта проблема никогда не вирішится. Ні, это не так означает. Просто за эту проблему треба взяться тому, кому она под силу. А имя Ему Иисус Христос. И мы читаем далее. Дивите, побачивши Иисуса здалека, здалека побачив Иисуса, прибег и поклонився Ему. И дивите, как далее. Я хочу показать, как эта проблема вирішилася. Это записано в 15-м вирши. И пришли до Иисуса, люди уже пришли до Иисуса, побачили, что біснувати, в котором был легион, сидит одягненный и при своем понимании, и налякалися. Слава Господу! Это такая проблема, такая величезная, глобальная проблема, на которую мы иногда сидим и смотрим. Мы люди, просто люди. Ну что я? И вот в них влада, в них реклама, в них уряди, в них гроші, в них все, вони роблять, что хотят. Мы иногда так миркуем собі. Або еще какая-то другая проблема, такая величезная, что я человек, я маленький, ну что я до того? И я не могу ничего сделать. Но когда мы доручаем эту проблему тому, кому под силу это, то он ее вирішить. И мы увидим, и это будет очевидным. Нехай нас у цьому Господь благословит, чтобы мы доверяли Богу, ему все под силу, он Бог, влада на раменах его. И когда мы смотрим на эти проблемы, доверяем, а может среди нас кто-то есть и думает, я же есть такой проблемой в семье, в родине, я на работе, как я прийду, сразу проблемы, я виправдовую себя, я оправдовую, я завжди хочу показать, что нет, это не через меня, но ты думаешь, но я так и есть, пока у меня нет, нет проблемы, как я пришел, проблема. Дружи, беги до Иисуса, тягни до Него руку, Он пришел заради того, чтобы рятовать, менять, спасать, повернуть до жизни, он специально заради этого пришел, но не же тебе нужно терпеть, не же и страждать от этого и тем, кто навколо тебя, не же это має продолжаться, тягни до Него руку, кричи до Него, иди до Него, бежи до Него, если нужно, и Он поможет тебе. Памятаемо про эту историю. Я хочу упуститься чуть-чуть далее и продолжить. У 21 вірші «Коли Иисус переплив човном знову на другий берег, зібралося до Него багато народу, і Він був біля моря. І ось приходить один з начальників синагоги на ім'я Іаїр, і побачивши Ісуса, падає до Ні Його, і ревно благає Його, кажучи, моя дочка при смерті. Прийди і поклади на неї руки, щоб вона бачите, яка історія. Проблеми. Ми всі знаємо, що таке проблема. Вони бувають різними, ці проблеми, але дивіться, що ці проблеми, вони приходять і до людей, в яких все добре. Вони в суспільстві мають вагу, їхнє ім'я навіть знають. Бачите, як той одержимий легіоном, його навіть не знали, його ім'я, він собі десь там, як кажуть, життя його викинуло на обочину. І він має таку величезну проблему, і всі біля нього, хто має величезну проблему. А це Яїр, начальник Сизнагоги, це поважна людина. Він собі жив, все було в нього добре, але раптом прийшла проблема в його життя. І що він робить? Він йде шукати Ісуса. Він приходить до нього, і що робить, написано, падає йому до ніг. Бачите, що коли в мене є проблема, то початок вирішення цієї проблеми один для всіх. Той побачив здалека і побіг. Він не втікав від нього, але думає, це шанс. Ісус, влада йде, побіг до нього, поклонився йому. І Яїр, начальник Сизнагоги, він робить те саме. Впав до ніг, поклонився і ревно почав благати його. Оце початок вирішення проблеми. Але нехай нас Господь благословить, довіряти, що Ісус, ти можеш, ти можеш це зробити, і ми будемо йти за тобою, ми будемо шукати тебе. Як би не було, ми не будемо казати, що Господи, вже так довго в нас проблема, ти не виглядаєш, ти не приходиш. Не будемо так казати, але будемо довіряти Господу, бо, як ми прочитали, влада на раменах його, він з нами, він даний нам, слава йому за це. І далі ми продовжуємо ще трошки нижче. 24 вірш. Ісус пішов з ним, за ним йшло багато народу і тиснулись до нього, і жінка жодна, котра 12 років страждала кровотечею, чимало натерпілася від багатьох лікарів і витратила все, що було в неї, і не одержила ніякого полегшення, а прийшла ще до гіршого стану. Почувши про Ісуса, підійшла ззаду серед народу і торкнулася до одежі його, бо говорячи, якщо хоча б одежі його доторкнуся, то одужаю. І тієї ж хвилини зупинилась в неї кровотеча, і вона відчула в тілі, що видужала від недугу. Слава Господу! Дивіться, от ще одна проблема, 12 років страждала, до речі, Біблія нам каже, скільки років було, цій дівчинці, дочці Іаїра. У 42-му вірші Марко каже, а дівчинка в ту ж мить встала і почала ходити, бо була років 12. Бачите, які ці проблеми різні бувають. Тут ти живеш, все добре, дочечка росте, 12 років радує тебе, приносить тобі задоволення, ти з нею граєшся, і тут раптом приходить проблема. А хтось тих самих 12 років йому недорадощів, страждає, виносить все. Біблія каже, що винесла все. Розумієте, от як це зрозуміти, винесла все? Те, що їй було цінне, те, що можна було продати, все винесла. Я думаю, це значить все винесла. От все, що була, що могла, продала, що могла, віддала, що могла, несла, все винесла. І що? І прийшла ще до гіршого стану. І от почула про Ісуса. І думає, все, оце мій останній шанс. Як багато людей, вони чують про Ісуса. У них є проблеми, вони їх б'ють, вони терплять від того. І люди біля них терплять. Вони чують про Ісуса, але що вони роблять з тим? Вони живуть своїм життям, вони не хочуть бігти до Ісуса, вони не хочуть визнати. А скільки разів Ісус казав, якби ви прийшли б, якби ви визнали б, якби ви попросили б, якби ви покаялись, скільки разів він так казав. Але люди чують про Ісуса, але живуть своїм життям. Им не до Иисуса, они не хотят не доторгнуться, они не хотят не поклониться, они живут своим життям. И нет того толку никакого. Но не так в этой женщине было, она почула про Иисуса и побегла. Среди того величезного натопа, ничего ее не остановило, это моя одна единственная надежда. И она это сделала. И как бы я хотел, чтобы это, что про нее сказано, и в этой же минуте остановилась в ней кровотеча. И она почула в теле, что выдужала от недуг. Как бы я хотел, чтобы в этот день, когда мы отмечаем втяжение Бога на землю, славное пришествие Его, славное народжение Его, как бы хотелось, чтобы все наши хвори, которые страждают день, два, или роками, они почули это, дай Боже, чтобы сегодня, чтобы, возможно, в этом служении, сейчас мы будем мать молитву, брат и сестры, мы святкуем, мы хорошо вдягнуты, это все для славы Божии, да, я верю, как ему это для задоволения, он на этот подвиг дивится с задоволением, но среди нас есть брати и сестры, и вы сейчас увидите, сколько нужд, сколько записок, они страждают, они переживают, молимся за них, покладем эту надежду на Господа и учимся, нехай у цей свято Різдва Христового, нехай еще наша вера через Святий Дух, через Божу силу, через ці обетницы Его, которые Он нам сказал, что Син даний нам, влада на раменах Его, нехай вера наша смецняется, нехай вера наша виростает, крепится, нехай мы бачим Его в нашем жизни так, как мы бачим один одного, неужели мы будем сумніваться? Памятаете, еще один маленький акцент хочу сделать на то, когда начальник синагоги уже Иисуса ведет, и он думает, Господи, последний час, Господи, скорейше, бо уже при смерті, я читаю, коли прийшов, то люди почали сміятися, там так и написано, почали сміятися, что ты, кого ты привил, уже вона померла, не только при смерті, и Ейр еще думает, что его дочка при смерті, а дехто каже, уже вмерла, что ты привил его, кого ты привил, и почали смеяться, хіба мало з нашої віри смеются? Хіба мало з нашої віри, тоді, коли ми в такі часи тривожні, такі наші близькі навіть, наші брати і сестри, інколи кажуть, ну, напевно, ти не так робиш, напевно, так і так роби, ну, це нерозумно, то немудро, що ти робиш? Але я знаю, що найправильна дорога – це сказати, Господи, ти знаєш всіх людей, хто на тебе надію поклав. Ти ще не до одного в житті не спізнився, не до одного в житті. Господи, я свою надію, цю маленьку надію кладу на тебе, ти не можеш її не побачити. Нехай так буде в нашому житті, навіть тоді, коли зліва справа, хтось посміхається, хтось не довіряє, думає, ні, все, немає, померла вже. Ні, коли ти свою надію покладеш на нього, а в нього влада на раменах, він протягне свою руку і не спізниться ніколи. Нехай благословить нас у цьому, Господь, браті і сестри. Нехай віра наша зміцняється. Нехай наші відносини з Богом будуть такими близькими, якими Він хоче, щоб вони були. А все, що мішає, відкидаємо Його, відкидаємо Його. І нехай ім'я Його буде прославлене. Амінь. Дорога церковь, братья і сістрі, я також в свою очередь хочу вас поздравить з цим великим праздником і пожелати, щоб ця радість, яку возвістив ангел і сказав, я возвіщаю вам великую радість, яка буде всім людям. Да благословить всіх нас, Господь, наші дома, наші семьи, наші дітей, щоб ця радість, вона була і жила в нас. Слава нашому Господу! Але хтось, як вже брат до мене говорив, проходит трудне время, іспытання, болезни, які-то переживання, але ми маємо на кого надіяться, кому звати і кого призвати. Библия говорить, ібо нет другого імени под небом данного чоловікам, котрим надлежало би нам спастись. Це ім'я Ісуса Христа. Слава нашому Господу! І апостол Павел говорить, ібо безпрекословно великое благочестие тайна. І ця тайна, вона исполнилась, що Бог явився в оплоти, він оправдав Себя в Духі, показав Себя ангелом, проповедував в народах, приняв верою в мире і візнесся во славі. Це наш Господь Ісус Христос! Слава Ему! Я прочитаю нужды. У кого є ще устні, ви також можете сказати, і ми будемо обращаться к нашому Господу. Єсть благодарність нашій сістрі-вдові, які живуть на улиці Манзанита, благодарять молоді, що посетили їх і одиноких, пели прекрасне пення, дарили нам подарки. Пусть їх Господь благословит, а ми будем за них молитися. Слава нашому Господу! Сестра Наташа із села Галыч «Благодарить Господа і вас за молитву, що Бог вышел на поміч і її ставили на роботі. Пусть буде ім'я Господа прославлено!» Слава нашому Господу! Дорогі братья і сістрі, ми всі з вами благодарим Господа за все його милости, проявленні до нас, і просимо підтримати в молитве за полне выздоровлення наших дочерей, Нади і Наташі, і за спасення наших родних, родителів. «Помоліть за нашого отця Мартанюка Феодосія, він знаходиться в больниці, щоб Господь вышел навстречу, просять діти і внуки. «Помоліть за Оксану Медасову, она сейчас знаходиться в госпіталі, їй зробили оператию на ногу, і она після наркоза, щоб Господь її восстановив, дали їй здоров'я, наша надежда на Господа, родителів. За сем'ю Яковчук, Петра і Надію, вони болеють, щоб Господь облегчил їхні боли. Брат Микола просит. «Помоліть за сестру Аню, молі, вона в госпіталі, проблема з сердцем, давління высоке, благодарим за молитву, друзіям. За внучку она болеє, і ждем исцелення, милости от Господа, верим, верим в силу молитвы, благодарим». Ми також помолимся за брата Сергея і сестру Руслану Луцик, вони тож проходять цю тяжелую болість, щоб Господь вышел навстречу і помог їм. За брата Володю Блышчика, за всіх наших больних, які зість записані в журнале, за сестру Веру Андрощук, за брата Николаю Романюк, за брата Николаю Ситарук, за всіх наших больних. Може, всіх їх ми не можем вспомнить по пам'яти, але Господь їх знає. Я думаю, ще багато є нужд і у вас, які не сказали, за нашіх больних, хтось додома, в больниці, да вовсім Господь явит милость к таковим. Також будем молитися, помолитися за дом моїй дочери, муж неверующий, і сильно восстають діти. Пусть сам Господь выйдет навстречу. Зараніе благодари мама. Помолитися за Анатолія, щоб Господь його остановив на греховному пути і дал їму спасення. Помолитися за дочку, щоб Господь исцелив її духовно. Нема мира в сердце, щоб Господь дал сили пройти цей нелегкий путь. За мою семью помолитися, за жену, за сына Сашу, щоб Господь помилував і спас. Брат Микола, прошу помолитися за мене, тому що прохожу испытання, щоб Господь дал сили мене пройти, укрепив мене, утешив мене на цьому пути і дал мене свободу внутри. Сестра в Господі просит. Помолитися за сына і внука, щоб Господь исцелив духовно і телесно, надежда только на Господа. Родителі, помолитися за моїх внуков, щоб вони покаялись і служили Господу. Бабушка просит. На рухах нашої молитви, притлецо Божье, принесем мою нужду. Господь знає, і щоб дал мене здоров'я. Сестра, помолитися за покаяння і за розрешення сложной і жизненні проблеми, щоб Господь дал мудрости і розрешив цю ситуацію. Сестра в Господі, помолитися за сем'ю нашого сына. Родился неживой сыночек, щоб Господь їх утешив і помог во всем. Благодарим. Сестра Надя. За мужа Антона Полищука на дороге или сбила машина, или сам упал з велосипеда, не помнит, получил телесные повреждения, да буде милость Господня над ним і ісцелит його Господь. Жена просит, помолитися за нас. Ми завтра будем улетати на Україну, щоб Господь сохранил туда і назад. Благодарим. І також в цьому журнале є нужди за спасення, як я вже сказав, за больних. Ми будем благодарити нашого Господа за дождь, який він посылає на цю землю, за що скажемо, слава нашому Господу, да услышит всіх нас Господь. І всі ці нужди принесемо під лицом Божьим. У кого є усні, ви також скажіте, і ми будемо молитися. Шановні брати і сестри, я щиро вітаю вас в цьому такому торжественному ранковому зібранні, яке ми маємо з нагоди різдва Ісуса Христа. Слава Йому! Слава Йому! Я також хочу всій нашій родині дуже подякувати вам, що ви нас усі підтримували в молитві за Володю Блищика. І це для нас був дуже тяжкий, таким у нас, такий момент нашого життя, і коли ми проходили таке серйозне випробування в наших молитвах, в наших постах. І ми чули відгуки ваші, коли кожен з вас питав нас, як Володя, і кажуть, що всі молились, ми дуже вдячні. І якщо на початку цієї неділі ще було складне дуже питання його життя, його знову повернули на той самий процес, який раніше був, то уже вчора його перевели з реанімації у свобідну кімнату, і зараз він проходить процес реабілітації. І я хотів би сказати, сердечна хвала Господу нашому за те, що Господь вже подав таку велику помощь і перемінив його організми, його тіли. І далі я прошу так само, підтримки в молитвах заповнив виздоровлення його тіла. Хай Господь благословить надалі. Біблія говорить, що на ім'я Його будуть упавати народи. Слава нашому Господу! Брати і сістрі, в книге Ісайи записано, що младенец родився нам, сін дан нам, владычество на рамінах його, і наречут ему ім'я чудний, советник, Бог крепкий, отец вечности і князь мира. І ми к такому Господу будем взывать, будем упавати на Него, і молиться со всеми цими нуждами. Давайте ми все встанем і будем призвати ім'я Господа. Амінь. Дорогой наш Отец, Аллилуйя, слава Тебе, хвала і величі ім'я Твоєму, Господі. Мы Тебя, Боже, благодарим. Аллилуйя. Прославляем Тебя, величаєм. Ава, Оче, раманага бадагайси, менештаманага бадагайден. Ава, Оче, Бог наш, мы Тебя, Господи, благодарим і славим. Мы прославляем ім'я Твоє, Господи. Аллилуйя. Ава, Оче, раманага, раманага сім менештаманага бадагага бадагайден. О, чудо, Бог, слава Тебе, хвала Тебе, Осподи, Боже. Мы прославляем ім'я Твоє, Господи. Благодарим Тебя, Боже, що Бог явився во плоти, Который пришел на эту дитинську і грештую землю. Аллилуйя Тебе, Иисус, здорово, слава Тебе. О, Оче, Бог наш, ми прославляем Тебя, Оспода Бога нашого, за то, що Ти так влюбив нас. Любов'ю вечную, Боже, простерк нам Своє благоволення, сдел' нас своими сынов'ями і дочерями, слава Тебе. Боже, сдел' нас дітьми своими, слава Тебе. Аллилуйя Тебе, Дух Святой, слава Тебе, Боже. Мы благодарим Тебя за Сына Твоего, Иисуса Христа, в этот день. Господи, всю славу слагай ему ног Твоих, Боже, ибо Ты достоин, Господи. Ты все сделал для нашего спасения. Аллилуйя, слава Тебе, Иисус, здоровой. Мы величаем Тебя, Господа Бога нашего, прославляем имя Твое, Боже. О, Ва Отче, Которое превыше всякого имени, это имя Иисуса Христа. О, Ва Отче, слава Тебе, Иисус, здоровой. Хвала имени Твоему, Боже. Слава, слава Тебе, Раба Дагайсэ Бадаштайден. О, Дух Святой, Раба Дага, Бадага, Бадагайден. Народ Твой обращается в этот день. Церковь Твоя молится, Боже, и возлагает Твое упование на имя Твое. О, Ва Отче, Раба Дагайсэ Мэнэштайден. О, Великий Бог, слава Тебе, Господи, мы Тебя благодарим за все милости Твои, явленные к нам. Благодарим Тебя за заботу, за охрану, за здоровье, за пищу и одежду. Слава Тебе, благодарим Тебя за эти дожди. Слава Тебе, Господи, за Твою охрану, мир и тишину в местности нашей. Но со всем этим Ты слышал все эти нужды, кто писал, кто говорил, а кто, может быть, не сказал, но с места там имеет нужду и думает, как бы Ты услышал, как бы Ты ответил, Боже, как бы, чтобы эта радость пришла и туда, Господь. Поэтому все эти нужды мы возлагаем на Тебя и знаем, что Ты наш Бог. Ты не оставишь, Ты поможешь. Ты выйдешь навстречу, Господи, за всех наших больных просим Тебя, за Володю, блыщика Божия, за всех, которые мы перечислили, Ты знаешь, Боже, Господи, яви Твою милость, Боже, а там же также просим Тебя за неспасенных сыновей и дочерей, за наших родных, которые далеки от Тебя. Приблизь себе, Господи, благослови этот штат, этот город, продли еще милость над нами, Боже, мы умоляем лицо Твое, а также просим Тебя за Украину, за Россию, Господи. Ты видишь метутся народы, и язычники замышляют тщетное, Боже, мы просим Тебя, останови там всякое зло, Господи, продли милость для народа Твоего, Боже, чтобы не было кровопролития, Господи, останови всякое зло, Боже, мы на Тебя уповаем, продли еще милость для народа Твоего, благослови дальше этот день, все эти служения и материальный сбор, да будет милость Твоя над всеми нами, Тебе за все слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 531 номер «Раїте, люди, спас пришел». Хористы, девятий номер. Раїте, люди, спас пришел, Бог людское тело взял, приміть Його в своїх серцах, від нас життя, від нас життя, від нас життя, та життя, від нас життя, від нас життя, від нас життя, роди, те, люди, чест, креста, ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хоть все небо его не вмещает Этим ангелов всех наш Господь удивил и людские умы изумляет Как всесильный Господь, человеческий Сын, Он открыл перед всеми объятья, люди грешной земли, люди гор и долин, для меня вы скорбящие братья. Я пришел вас спасти от страданий и слез, исцелить ваши души от муки, я для ваших сердец, слово счастья, Христос и для них мои райские звуки. И за этот свой труд Иисус испытал глубочайшие муки распятия, на Голгофе над ним бушевал ураган фарисейской хулы и проклятия. Но пройдя через смерть, через мрак адских мук, Он воскресшим к друзьям вновь явился, И на небо вошел наш Господь Иисус, где на троне Отца воцарился. И оттуда опять, в Духе Божьем, Святом, Он пришел в Свою Церковь живую, Чтоб сердца разлучить навсегда со грехом и вводить души в радость святую. Будет Он на земле в Церкви славной Своей до скончания века спасения, А потом Иисус даст увидеться ей с Ним над царством пороков и тленья. Аминь. Когда же они были там, наступило время родить ей, И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, Потому что не было им места в гостинице. А он лежал среди огнят, Не на шелках лежал на сене. Впервые тряпочный наряд, Впервые дрожь в нежнейшем теле, Впервые полной грудью вдох, Смешались запахи в едино. Трава, сырые доски, мох, Воск от свечей, навоз, овчина и молоко. Младенца крик, в ту ночь пронзил с собой вечность, Сын Божий к матери проник, Приобретая человечность. Своей беспомощной плоти, Себя приблизивши к творению, Он мир увидел изнутри, И в то же время стал мишенью. Вся тьма в движение пришла, Когда в сарае том убогом, Любом на землю снизошла. Сбывалось сказанное Богом, Лихуй трубили небеса, Но мать с тревогой душевной, Могла ль понять, кому в глаза, Она тогда смотрела первой. Осознавала ль до конца, Кого дыханием согревало, Что сына самого Творца Руками к сердцу прижимала. Была ли вера и покой, Когда, уставшая с дороги, Стучась в гостинице сквозь боль, Ждала от Господа подмоги? Могла ли знать в той суете И в неустройстве этой ночи, Что Бог, присущий простоте, На яслях взгляд сосредоточил? О чудный вечер Рождества, Такой не по-земному странный, Родился царь без торжества, Пришел Спаситель долгожданный. Ни на коне и ни с мечом, На власть селина непохожий, Таким естественным путем Явился людям Агнец Божий. Никто предположить не мог, Что тот, кто был обещан свыше, Омоет столько грязных ног, Пройдет к отверженным на днище, Что он просит блудниц, воров, Он истелит и прокаженных, И много непонятных слов Он скажет толпам удивленных, Что он решил вместо дворца И драгоценного убранства Избрать тернового венца И нищету вместо богатства, Что он, смирившись до крови, Для каждого найдет ответы, И на запястья свои Он примет гвозди, Не браслеты. Ну а тогда младенца-мать Кладет на мягкую солому, И, засыпая в темноте, Бог привыкал К пути земному. Все впереди и боль, и смех, Он нашей обуви пройдется, Но победит собою грех, И в души светом изольется. Недолго будет жить средь нас, Но что задумал, все успеет. Он нас поймет, Он даст нам шанс, Он ход истории изменит. Отныне будет мир другим, И вера наша не напрасна. Кто твердо следует за Ним, Над теми смертью уже не властна. Слава Богу! Дорогие брати и сестры, в этом великом собрании мне попала такая честь всех вас привітати всем великим святым. Христос народился, и хай Бог благословит, чтобы мы славили нашего Господа Иисуса Христа через все свое життя, потому что Он достойный, Он достойный хвали, славы и поклонения. Я читаю место Священного Писания, где уже было прочитано такий вирш. Исайя 9 глава. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тень смертной свет восияет, братья и сестры. Народ, ходящий во тьме, увидит свет. Хотя бы была тень смертной, но свет восияет. И мы сгадуем пример одного из наших братьев, который говорил, такой пример приводил. Жили на хуторе, в селе, там на Полісси, на хуторе жили зима, пурга. И, каже, мать поставила светильник на векно, чтобы светило. И, каже, один человек, путник, сбился с дороги. Пурга, снег, и не знает, куда идти. Но, каже, десь далекий, побачив, каже, той проблек святла. И он пошел на это светло. И в том доме он пошел в тепло и уют, братья и сестры. Так само и нас. Господь Иисус освятил своим светлом. Слава ему! И он для нас приготовил вечные небеса и вечное житие. Хай Бог благословит нас. Считаю, второе место, где уже Евангелист Иван повествует такие слова. Это будет 3 глава, 16 вирш. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сина Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не облегчились дела Его, потому что они злые. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела Его, потому что они в Бога соделены, братья и сестры. Полюбив нас Бог так, чтобы Он отдал Сына Своего на страждание. Цей Сын Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы умереть за нас, и чтобы открыть для нас двери в життя вечное. Он не пришел судить, он пришел нас всех спасать. За что скажем еще раз, слава нашему Иисусу Христу. И далее мы читаем в этом же послании Евангелии, в первой главе Иоанна, читаем такие слова. Он был, 9 вирш, был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. «Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Иоанн свидетельствует о нем и восклицает, говорит, «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты Его все мы приняли благодать на благодать. Ибо закон дал, дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа, братья и сестры, через народжение Иисуса Христа, через Его смерть пришла благодать, пришли в эти незаслуженные милості. И мы должны ценить этими милостями, дорожить и служить нашему Господу Иисусу Христу. Похоже, место читаю, где... Уже апостол Павло пише до Тимофею, ой, до Еврею, 12 глава, такие слова процитирую. Посему, и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое время и грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Братья и сестры, если мы пошли за нашим Господом Иисусом Христом, то мы должны, если мы идем по какомусь поприщу, возможно, это поприще, где слезы, где болезни, но есть нам на кого смотреться на нашего Господа Иисуса Христа. Он взял наши болезни, Он взял наши все слезы, и Он чует твою и мою молитву. И хай благословить, братья и сестры, в цей ряздвянности свята, прославить нашего Господа Иисуса Христа, Ему служить и знать, что Он за нас отдал своё життя, чтобы мы имели вечное життя. Богу нашему нехай будет слава. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Воздайте поклонение князью мира и любви. Ему осадна, да звучит осадна песнь Христу. Ему осадна, да звучит осадна песнь Христу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И мне приятно, когда двери дома открываются и открываются для того, чтобы пришли дети, подростки, молодежь и прославили Господа, Его пришествие. Люди этого мира мешают, братья и сестры, я хотел бы тоже, может сказать, немножко об этом мешают. Мирское с христианским мы прославляем пришествие Господа, но не колюду. Вы понимаете, о чем я говорю? Это большая разница. И тяжело слышать, когда христиане начинают уже что-то в этой сфере находить. Мы пришествие Господа и Иисуса Христа прославляем. И оно нам дорого. И очень дорого. Я читаю два места Священного Писания, и потом немножко мы порассуждаем. Ангел обратился к пастухам. Девятый стих, вторая глава, Евангелие от Луки. И вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Так хочется заменить это слово вам, нам, мне. Ибо тебе, для тебя, чтобы спасти, пришел в этот мир Спаситель. Христос Господь. Братья и сестры, Господь, как мы читаем, Слово Божие говорит, не оставлю вас сиротами. И забота Господа Бога о том, чтобы человечество не оставалось одно. Чтобы мы не были одиноки, оставлены. Мы часто в нашей скорби чувствуем, что мы оставлены. Братья и сестры, но если смотреть Священное Писание, мы читаем последнюю книгу Ветхого Завета Малахи, 4 глава. «Вот я пошлю к вам Илью Пророка пред наступлением Дня Господнего, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям, и сердца детей к отца им, чтобы я при Диане поразил земли проклятием. Я пошлю к вам». И Господь послал. Дорогие христиане, если читаем Библию, Божие Слово, Господь всегда посылал к человеку, чтобы обратить его от злых дел, чтобы наставить его, чтобы спасти, чтобы избавить от врага, от того, который гнетет. Господь посылал для того, чтобы освободить. Моисея послал освободить с Египта. Они кричали, «Господи, спаси!» И Господь послал. И сегодня Господь посылает братья и сестры к нам, ко мне, к каждому из нас. Вопрос, принимаем, принимаю ли я того, кого послал Господь? Господь, Отец Небесный, послал в мир Единородного Сына Своего. Приняли его братья и сестры? Все? Все веровали в Него? И священники, и первосвященники хорошо знали, что Господь послал. Обратился Ирод к священству и говорит, «Откуда, где должен родиться Христос?» Они сказали, «Ивлеем и Иудейской, ибо так написано через пророка». И он, Ирод принял Христа, принял Марию и Иосифа в свои палаты. Явно Божье Слово говорит. Нет, братья и сестры? Это было. Господь посылал, Самсона послал, Господь послал пророков, а Иону послал в Неневию. Господь послал, иди, Иона, проповедуй. Может быть, может быть, дойдет Слово к ним. И написано, дошло Слово. Кому доходило Слово, кому не доходило Слово, но Господь посылал. Не скажет, Господи, Ты к нам не послал. Мы так мало знаем за Еноха, но Господь послал. От них, им пророчествовал седьмой, от Адама Енох. Эта книга не сохранилась, и она не послала, не ест в составе Библии. Но только Библия вспоминает. Пророчество Еноха послал к ним. И не вняли. И был истреблен народ, населявший планету Земля. Братья и сестры, и сегодня Господь посылает к нам. Господь посылает тех, которые печатают Библию, Божье Слово. Господь посылает миссионеров. Господь посылает тех, кто несет Священное Писание, кто поддерживает. Везде посылает Господь, в разные племена, в разные страны. Господь посылает. Эту чудную и дивную весть для тебя, дорогой друг, родился Иисус Христос. И эта радость, которая всем людям, братья и сестры, и тех, которые Господь посылал, как их принимали? А их не принимали. Редко бывало так, что пророка принимали, который умирал своей смертью. Тех, которые Господь посылал, написано, скитались в мелотиях, и кожах были убиты перепилами, но их Господь послал. Человек, что ты делаешь? К тебе послал, чтобы ты внял Божьим словам, чтобы нашел спасение вечное и благословение на этой земле. Но они не принимали, братья и сестры. Представьте, ангелы, пришел в Содомию и Гоморру. И как люди встретили, как Лот встретил, и как люди встретили, Господь послал, Господь пришел в эти земли, в эти места. И потом огонь, истребление, и ничего нет. И можно эту историю, братья и сестры, продолжать. Сколько пророков. Самсона Господь послал. Идиона Господь послал. Я посылаю тебя, Гедеон. Да я не могу. Колено мое самое маленькое, и я в доме отца моего меньше. Я посылаю тебя. Иди. Я буду с тобою. Братья и сестры, как важно нам принять того, который к нам послал Господь. Но часто мы смотрим, это просто, а еще и нас есть и гордость, и дай чуть-чуть, то мы смотрим, это кто он такой? Да он никто. Да я больше знаю, больше понимаю, да я богаче, нежели он. Братья и сестры, однажды богач просил, отчего Авраама, пошли, Лазаря, в дом, в дом к моему отцу, к моим братьям пошли. Авраам сказал, у них есть. Я уже послал к ним, богач, я уже послал к ним, пророков послал, закон у них есть, Моисей у них есть. И они сидят на первых местах в синагоге. Богатые люди. А он просит, нет, Господи, нет, если Лазар придет, а если Лазар придет, то его те, которые впереди сидят, примут? Представьте, Авраам умолил Господа, и Господь послал Лазаря. Лазар, вернись назад, и этим пять братьям засвидетельствуют, и этому священнику засвидетельствуют, и другим остальным. И они примут его, посадят впереди его, а может выгонят из синагоги. Но он там, этот Лазар же был в синагоге. Ему не было там места. А другого Лазаря Господь воскресил. И что, приняли его? Господь послал Лазар, вернись. И Лазар вернулся, и написано, искали убить его. Это уже другой Лазарь. Братья и сестры, Господь посылает, и в Новом Завете мы читаем, Господь посылает своего раба на дорогу. Представьте, какая-то колесница. А там человек едет, принял, поехал дальше, путь свой продолжал, и радуюсь. И потом, Филипп оказался, где, братья и сестры? В Азоте. А почему в Азоте? Господь его туда послал. В Азот. И свидетельствовал всем городам, пока не пришел до конца свое путешествие. Господь посылает. Дорогой друг, брат и сестра, и Господь сегодня посылает к нам пение хора, стихи, которые рассказывают. Господь посылает к нам проповедников, через которых изрекает свое слово к нам. Господь посылает к нам и болезни, братья и сестры, чтобы, может быть, нас привести в чувства. Господь посылает к нам. Пришел Иисус в этот мир для того, чтобы принести спасение, еще раз пройдет. Сегодня чудесное служение, радость, большой зал занят, малый зал занят, сегодня вестибюль занят, столько много народа сегодня. Но я хотел бы, братья и сестры, спросить себя и каждого из нас, тот, что Господь сегодня к нам послал, чем мы это приняли, чем мы приняли в наше сердце, в нашу жизнь, то, что Господь сегодня послал. О, Дух Святой, дай мне принять это. Братья и сестры, Христос пришел там, родился в этих яслях. Но мы еще встретим раз пришествие Господа Иисуса Христа уже не на земле, а на облаках. Сегодня чудное служение. Я представлю, я сижу и представляю служение, когда Христос придет за Церковью Своею. Уже не для того, чтобы что-то говорить, исцелять, пророчествовать или может предупреждать для того, чтобы взять от земли те, которые приняли Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя, те, которые приняли Его посланников, тех, которые Господь посылал к нам, тех, через которые Господь обличал нас, наставлял нас, а может быть предупреждал блажен тот человек, который принимает посланника от неба, от Господа. Господь посылает. И Михей сказал, я видел Господа, видел заседание, видел Божий совет, и Господь мне открыл тот, что будет, прими, царь. А он не внял, не принял. И он сказал, посадите этого в темницу, отводите его, кормите его скудно, хлебом и водою, доколе я не возвращусь в мире. Ахав, не возвратишься в мире, услышь Божье Слово, Господь тебе возвещает истину. Братья и сестры, но мы сегодня любим, если кто-то нас обманывает, если кто-то говорит нам лесное, вот это нам приятно. А если то говорить истинное имя Господне, как тяжело это принимать человеку, который удалился от Господа. Почему Господь, когда был на земле, не раз говорил, кто имеет уши, слышит, нас слышит в этом чудесном служении, братья и сестры, чтобы выразумели, что ко мне, к нам Господь, Отец Небесный послал своего Сына, чтобы нас спасти, и сегодня, братья и сестры, это служение пусть напомнит нам еще об одном пришествии Божьего Сына Иисуса Христа для взятия церкви. Господь говорит, я пошлю к вам или и пророка, потому что отношения в семье ужасные. Я пошлю к вам, и он обратит сердца отцов к детям. А сегодня, братья и сестры, какие сердца детей к отцам, к родителям, какие сердца родителей к своим детям. и хочется сказать, Господи, пошли, благодать Твою, а другое вырывается, Господи, гляди, время тяжелое, опасное. Братья и сестры, это даст нам, Господь, силы принять Господа Иисуса Христа в нашу жизнь, как своего личного Спасителя. Мы немножко в эти дни рассуждали об этих уловках лукавого, который сегодня старается уловить в своей сети, особенно молодежь. Он все для этого сделал. Программа за программой, сайт за сайтом. Одно лучше другого в сфере уловить, поймать. Блажен тот человек, который принимает то и того, которого Господь посылает. Как сделал это Корнилий? Господь послал Петра, Господь послал Ангела. Иди, позови Петра. Петро не имел богатой одежды. Он не был так обучен, как апостол Павел. А этот сотник, я думаю, имел какое-то образование. И он слушал потому, что Господь его послал. Может, не такими высокими словами, не образованной речью, простым, но в этих словах, в этой речи было присутствие Духа Святого. Братья и сестры, если кто-то нам говорил бы, кто знает, что нам важно, чтобы в этом речи была жизнь, было благословение. И когда они приняли апостола Петра, как что-то необыкновенное, тот вышел, поклоняется ему, те все собрали и слушают. О, братья и сестры, когда слушали, еще речь была в устах Петра, а Дух Святой сошел на всех, которые слушали Божье Слово, которые принимали к нам. Господь послал раба своего, апостола Петра. Да, может, не окончится высшее образование, может, не такого знатного, не такого юридированного в каких-то вопросах, нанесущего весть от Духа Святого, от Бога. И сегодня, братья и сестры, в этом чудесном собрании Господь послал к нам Сына Своего Иисуса Христа с важной целью. Ты есть Божье дитя, дорожи этим, не променяй это, не посчитай это маловажным, держись за это. И Господь придет за тобой. Дорогой друг, брат и сестра, придет день, когда не такое служение будет, а когда соберутся все спасенные. Вот это радость, когда ангел сказал пастухам, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Я представляю, что за радость будет, когда соберутся все спасенные у ног Иисуса Христа. И написано, радости нашей никто от нас не отнимет. Да будет услышан сегодня Господь, да будет сегодня услышано Его Слово в нашей жизни. Оставь, дорогой юноша, дорогой молодой человек, всякий грех. Господь тебе сегодня говорит. Он желает быть твоим личным спасителем. Он пришел для тебя. Он пришел забрать твои грехи, твое беззаконие и бросить их, как Боже Слово говорит, в пучину морскую назвать тебя своим. Почему мы называемся братья и сестры, сроднены кровью Господа нашего Иисуса Христа и настанет день, придет день чудный в истории человечества. Я, братья и сестры, смотрю вот так. Год за ходом проходит. Что делается сегодня в мире? И думаю, долго так не пройдет. Господь придет за святыми. И меня всегда, я не раз говорю к молодежи, обращаясь или к детям своим, молитесь за Отца, молитесь за меня. Я хочу спеть псалом, когда соберутся все спасенные. Но Господа Иисуса Христа и прославить Его имя. Я хочу там быть на небесной перекличке, но здесь на земле сколько тревог, сокопереживаний, сколько всех искушений. Господи, дай доплыть, дай дойти, дай бежать, дай увенчаться. Да благословит всех нас, Господь, братья и сестры, не только в этом служении, в котором мы находимся, праздничном, большом, но быть в этом чудном служении, когда придет Господь за своей церковью и восхищены будем на блаках встретения Господу. И так, и так, братья и сестры, всегда с Господом будем, склоним колени, помолимся. Аминь. Аминь. Господи, oversight. Аминь. Продолжение следует... 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 слава, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Братья и сестры, сегодня праздничное служение. Я думал, что нам много... Братья и сестры, мы все остаемся на своих местах, и там в малом зале остаемся на своих местах, и также здесь. Сейчас закончим молитвы благодати. Я, братья и сестры, скажу вам, те наши братья и сестры, церквя, которые поздравили нас с этими праздниками, а если даже в этом служении есть те, которые желают принять водное крещение, можете выйти также. Хоть праздничное служение, но у вас есть желание, можете выйти. Я прочитаю вам, церквям, уже не все будут читать вот эти поздравления, но на этот раз я прочитаю то, что мы направили. Вот такое поздравление направили церквям. Я прочитаю. Между прочим, молодежь, благодарю вас, что вы послушались. Я только боялся, чтобы не испортили вид хористов. Мне приятно смотреть. Хай вас Бог благословит, тоже хорошо спевали сегодня. Я всегда молодежь, хочу и вас тоже отметить. Хай Бог благословит вас тоже. Братья и сестры, я прочитаю то, что мы направили церквям, и потом прочитаю, кто нам направил. Только название церкви или брата-служителя. Славик Тринький Чёрт. Дорогая, ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя, ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Дорогая церковь Иисуса Христа, братья и сестры, дорогие служители и сотрудники на Ниве Господней, сердечно поздравляем вас с этими чудесными праздниками Рождества Иисуса Христа, который пришел в этот мир, даровать спасение всем людям и с наступающим новым 2022 годом. Желаем вам и вашим семьям обильных Божьих благословений, как в личной жизни, так и в духовной. Он ради нас оставил неземное, чтобы испытать все горести земли и дорогой немыслимой ценою за каждого из нас он заплатил. Да даст Всевышний всем вам быть искренними тружениками на его большой Ниве, и милость Божья да сопровождает вас во все дни вашей жизни. А тому, кто действующий в нас силу, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь. Служительный состав Славянской Церкви Троицы. Такое мы направили поздравления церквям, а также странам, в которые мы имеем общение и отношение с ними. Миссионерское служение здесь из Биллингейма, штат Вашингтон. Церковь, где Александр Колынюк и также от Дистрика церквей. Церковь, где пастор Анатолий Кондрашевич, Церковь Вознесения. От Церкви Вифания и также от Братства церквей, служителей Церкви, Вифания, Гаврилюк, Иван. Также от миссии здесь, значит, христианская миссия в Шугарлав. Также от Церкви Свет Миру, где постарший пастор Василий Василенко. Также от города, не знаю почему первый раз, от Гавармен тоже пришло нашей Церкви поздравлением. Значит, от миссии Ионин Гаспел, евангельская миссия, также пришло поздравление. От служителей Братства, где епископ Ответственный Точинский был, а сейчас Жилков Виктор, пришло поздравление тоже нам. От Церкви, где старший пастор Ленинг Петро, Грейс Траницкий Чёрт. Также Слевинский Вениамин, я думаю, он не пройдет нас. Он каждый год к нам приходит. Я думаю, что и этот год он пройдет. Тоже звезда Вифлеема поздравили нас с этими праздниками. Также Миссионерская церковь Иоманалия, где старший пастор Павел сейчас, Гладыш, тоже поздравили нас. И также церковь Миссия Трим, они каждый год нас поздравляют. Следующие братья и сестры, здесь на мой телефон, также на церковный сайт пришли поздравления. Лобоцкий Василий, который был у нас на рукоположении, вы знаете, Черниевский Владимир, который научил нас Псалом, я славлюся Иисуса. Мы спеваем до этой поры. Он так, с таким, брат Виктор, такое желание мне было быть. Ну, здоровье и жена у него поломало ногу сейчас, и он говорит, я должен быть женой. То он с таким желанием передавал привет и поздравления. Семенович Иван, также, Боечко Славик, Кальчик Александр, он был на рукоположении, Голанесе Василий, и Голанесе Василий направил поздравления и от церкви, и от братства, также. Карпов Петро, личные поздравления, и от братьев там, с области Закарпатия, Закарпатия. Крищенко Василий, наши братья, я хотел обратиться, если вы слушаете нас и видите нас, здесь пришли и Бедун Анатолий, и Примачук Иван, и Капитула, которая так недавно выехала, и снова Виталий и Наташа прислали поздравления. Хай Бог благословит вас, там и другие. Саган Леонид, от Спакена церкви, где Василий Оленик, братья и сестры, брат Василий сейчас находится в болезни, братья направили поздравления с этой церкви к нам. Соловьев, Марат, помните, Марат и Карина у нас были тоже, я встречал их в штате Орегон, Вашингтон, там они на границе, тоже подходили, и они тоже прислали поздравления. Малик Василь, директор Библейской семинарии, тоже прислал поздравления. Метрога Виталий, так недавно был, тоже брат Виктор, передайте, его жена Марийка, передают. Денисович Николай, служение детям-сиротам, тоже миссия детям. Роман Михайло из Полтавы, из Украины прислал поздравления. Гакала Игар из Кременца, Терещенко, Володимир из Сирнополя, Ямпіль, Теофиполь, Базалія, Гриців, Хмельницька, Хмельниччина, Мельник Саша, Сровна, Ровенчани, буквально пару днів я мав мову, разговор з Мельником Александром, который на месте Бережкевич, Азара. Дивляться нас, просят, чтобы мы до них приехали. Я не знаю, как это сделать. Брат Виктор, ну приедите до нас, приедите сами, братьев возьмите. Но если братьев отпустят, может, хіба что, то может, кого-нибудь поедем. Сковаля, брат Саша и брат Анатолій тоже поздравляют церковь нашу, Пресвятерат церквей. Критич Василий Брест тоже призвал поздравления. Коваль Володя из Трайсити, кто знает, родственники Пастернацким, долгий разговор имел с ним, поздравлял. Максим Евруслан, Перша Украинская церкова, Грицак Володя, Новолинск, Карасчук Петро, церковь здесь. Ну, вроде бы, все я прочитал. Не знаю, может, кого-то еще оставил. А то из Сити, из Гавермента, пришло такое поздравление нам. Ну, первый раз пришло, не знаю, если действительно поздравляют, мы рады. Хорошо, братья и сестры, и наше поздравление. Хай Бог благословит вас. Чудесный праздник. Прешествие Сына Божьего на эту землю. И мне этот вопрос, я первый раз его слышал, когда принимал водное крещение, там, на Оллинске, веришь ли в Иисуса Христа, как в своего личного спасителя. Я хотел бы, чтобы каждый человек, каждый христианин, верил в Иисуса Христа, как в своего личного спасителя. Дорогой друг, может, я сегодня первый раз в этом служении остав грех и остав всякое беззаконие. Поверь. Христос пришел на эту землю, пострадал, пролил кровь свою, чтобы тебя освободить и спасти и назвать тебя своим, вставшим на наши ноги. В краткой молитве и обратимся к Господу. Господи, благодарность прими и слава Тебе добудет, честь, хвала и поклонение. Милость Твоя велика над нами, Господи, чудное Твое благословение, дивная Твоя любовь. И мы благодарны Тебе за это утро, за это служение, Господи, за слово Твое и за утешение Святого Духа. Слава Тебе, Господи. Боже, благослови и храни нас. Прославлен будь в жизни нашей и в наших путях. Слава Тебе, Вечный Господь, благодать Господа нашего и Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Все мы ослабимся, братья и сестры. Я одно за... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин